Добрый день дорогие друзья! Еще раз приветствуем всех на нашем интернет-портале Радио Центр Сангейтс. Продолжает свою передачу. Сейчас 9 часов 30 минут. Только что мы провели передачу с Геннадием Лобановым, а сейчас у нас на связи Электросталь Россия и Елена Порецкая, парапсихолог, экстрасенс, мак и волшебник, гадалка, не побоюсь этого слова, медиум, Елена Порецкая. Лена, здравствуй! Всем привет, Майкл, привет! Да, ну и мы сейчас будем разбирать события, которые происходят с нами в повседневной жизни. На конкретных примерах, вот, что происходит с нами, что мы делаем и что мы за это получаем. И вот Елена поделится своими, без имен, понятно, поделится своими, своей практикой, будем так говорить, от людей, которых к ней приходят на консультацию. Елена Порецкая ведет консультации каждый день, без выходных, ну, с перерывом на сон, я так понимаю. И поэтому множество людей приходит, и, кстати, от наших программ точно так же. Ну, Лен, расскажи, какая была программа, ну, а я буду тебе задавать вопросы вот внутри того, чего ты будешь рассказывать. Ну, тут, как бы, я бы, наверное, хотела для начала сказать о позиции кармы. В основе своей все люди приходят с проблемами, там, допустим, уже случившимися, да. Я, как бы, обычно, снимая негатив, ухожу в прошлое, то есть это где-то, ну, как всегда, мы смотрим ситуацию, да, в чем, с чего у человека пошло все не так, это естественно, да. И я окунаю человека в какие-то прошлые моменты. Почему, кстати, я веду пассиансовую работу, потому что человек за счет промежутков между сеансами он может, допустим, сам какие-то позиции просматривать, и что-то у него происходит, да, и удерживать то состояние, что я даю. А в следующих сеансах я мониторю ситуацию и подчищаю, да. То есть, опять же, в промежутках между сеансами у людей бывает вспоминаются случаи из прошлого. То есть, человека окунает в прошлое. Окунает почему? Сегодняшняя ситуация у нас все завязана абсолютно с тем, что было заложено в прошлом. То есть, в какой-то степени, да, и, соответственно, можно сказать, ну, это выглядит как, на примере, да, вот недавно мы разговаривали в какой-то группе, и был разговор, есть ли вообще реинкарнация, да, там, как бы, и кто за что отвечает, и, может, вообще там человек умер, и ничего нет. А действительно, хорошая тема, есть ли реинкарнация, есть или нет? Я считаю, что есть, вот я ответила, да, я считаю, что реинкарнация есть, также присутствует карма, закон бумеранга также присутствует. Просто у каждого человека разная, ну, можно сказать, отработка этого. То есть, у кого-то это сразу происходит, это если человек осознанный, и причина-следственная связь у него очень короткая, то есть, события между причиной и следствием наступают мгновенно. Человек неправильно что-то сделал, тут же получил швабрый облоб, да? Ну, то есть, это образом так. По лбу. Да, по лбу. Если у человека причина-следственная связь, длинная, да, там, допустим, то есть, у них это раскладывается по жизни. Ну, на примере, разбирали, на примере вопроса, когда один из участников дискуссии спросил, что будет, если я запущу там в Однокласснику учебник по русскому языку. Ну, ответ он назначен, он получит в ответ учебник английского языка. Это если мировые события, да. Нет, все неоднозначно. Я написала такой микропост ВКонтакте, и я даже сейчас на эту тему... Это очень важная тема, потому что сплошь и рядом происходит сейчас в мире событие, где одноклассники чморят каких-то, как им кажется, нестандартных личностей. Простите, чморят это... Как переводится? Переводится это, когда кого-то начинают всем классом, допустим, ну, каким-то образом унижать, оскорблять. В престаречии это называется чморить, да. То есть, это такое приблотненное выражение, можно так назвать. Ну, оно дворовое, на самом деле это дворовое выражение. Я помню было выражение «Чимори болотный». Это тоже сейчас присутствие, да. Но сейчас другие выражения, я даже иногда удивляюсь, как, в принципе, недалеко все ушло. Да. Вот. Но фишка в чем? И я разбрала, в принципе, даже я повторюсь, допустим, кто-то кинул в кого-то учебник для того, чтобы, допустим, унизить одноклассника, да. Последствия таковых действий очень просты. Первый закон... То есть, это как бы... Очень важно, с чем кинул в кого-то учебник. То есть, он может кинуть с гордыней, что вот он такой смелый, посреди урока вот он посмел, да. А там... Сейчас это общепринято почему-то, вот особенно в России, унижать учителей, да, каким-то образом. И права учеников возвеличены очень сильно. Идет какая-то такая война, я бы назвала это так. Она либо скрытая, либо явная. Хуже всего, что к такому унижению таких одноклассников иногда подключаются учителя, чтобы их, ну, как бы класс воспринял. Они идут на то, чтобы, допустим, так же точно зачмурить этого человека, ну, унизить его, оскорбить. Что происходит в данный момент кармически? Естественно, в прошлой жизни этот униженный одноклассник мог или одноклассница где-то накосячил, испортил что-то тому человеку, я не знаю, навредил. И в этой жизни они столкнулись на уровне класса, допустим, да. Так как все взаимосвязи у нас сохраняются, как ни странно. И бывает, что так как судьба человека связана с кармой народа, иногда люди рождаются даже кланово, да, в каких-то... Как это сейчас происходит, если посмотрим на мироустройство, то у власти сейчас в мире стоят люди, которые присутствовали в России, допустим, в 1917 году, кто допустил Россию до революции, да. И в то же время, кто боролся за тот режим царский. Те же самые противопостояния также идут. То же самое в других странах, но там уже индивидуально надо рассматривать каждую ситуацию, да. Вот, допустим, этот одноклассник кинул учебник, дабы повеселиться, унизить человека, да. Допустим, тот принял оскорбление и не ответил, да, допустим, потому что он не мог, да. Первый идет закон бумеранга, если учитель все-таки хороший, от учителя. То есть учитель предупреждает этого плохого мальчика и, соответственно, ведет директор. Второй удар идет, это если сразу, да, человека наказывает, от директора, который вдруг вызывает родителей, и родители грамотные, и они тоже вставляют своему чаду за то, что тот оскорбил ученика. Это мгновенный закон бумеранга, который ребенку, унизившего одноклассника, показывает, что эта ситуация некорректна, и он должен остановиться. Но если у причинно-следственную связь у человека длинная, то он кинул учебник, допустим, Вовочку, да, нет, не будем имена. Вовочку трогать нельзя. Как Печку и Василия Ивановича, так и Вовочку, это таких людей нельзя. Да, 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 имена не будем, не будем таки, именно. Допустим, он кинул в некого Васю, да, общепринятое имя, Вася, учебник. Вася не ответил, потому что он более порядочный мальчик. Но, допустим, родители Васи, опять же, закон бумеранга, да, подстерегли этого нехорошего Кирилла. Человека. И, грубо говоря, высказали этому Кириллу все, что они думают в некультурной форме в темном переулке. Это тоже закон бумеранга. И Кирилл принял это на сведения, допустим, и больше он Васю не трогает. Но тут уже вступает позиция Васи, потому что за него как бы отомстили, да, ну, получается. То есть здесь вот такие существуют факторы эмоциональные и психологические предметные. Что за, кто за, за что, кто как получает вот эти моменты. Худший вариант, худший вариант, когда русский язык, учебник полетел и ударил Васю, а Петя, ой, не Петя, а, допустим, этот Кирилл ничего не получил. И в течение, там, до конца учебного года он чмурил, ну, короче, унижали всем классом этого Васю. Последствия таковых, вот, многолетних унижений и поломанных психику детей, это человек, который вырастет, может пойти в плохую сторону. То есть этот Вася может стать террористом и потом прийти в ту школу и подложить, будем так говорить, бомбу. И ребенок этого Кирилла пострадает при взрыве. Этот Вася может стать прокурором. И чисто вот эти амбиции, и если он человек мстительный, он обязательно найдет этого Кирилла, кармически даже через подсознание. И у Кирилла начнутся проблемы, если он, допустим, бизнесмен или еще кто-то. То есть, и самое интересное, что это может быть даже вплоть до того, что этот Вася пойдет в криминал и потом встретится в доме у этого Кирилла, когда он состоится как известный какой-то там предприниматель или чиновник. И, соответственно, у этого Кирилла будут проблемы, сами знаете, фатального происхождения. То есть, любой поступок в жизни человека ведет за собой путь дальнейший. То есть, если человек кинул русский язык, учебник русского языка в кого-то в школе, то последствия могут быть в зависимости от эмоционального и морального состояния Вася, который, допустим, если он грамотно поступит, он не среагирует. Максимум только его родители напишут заявление, и таким образом просто приструнят общий поток этого унижения. Либо переведут его в школу. Прости, пожалуйста, я считаю, что немедленная реакция, кармическая реакция должна последовать, что он получит двойку по русскому языку. Да, это самое тоже, кстати. Это одна из... Все зависит от того, какой учебник ему попался под руку, потому что учебников, понимаете, много. Да, но в любом случае какой-то возвратный удар идет. Бывает, что сразу. То есть люди сейчас так развиты, вообще очень слабо, что они думают, что, допустим, там в школе они где-то что-то натворили, и в итоге им это ничего не ответит, потому что нет культуры такой. На самом деле все это присутствует. Также точно это раскладывается на следующие инкарнации. То есть кинутый учебник русского языка в сегодняшнем времени может развернуться, помимо родового негатива, также точно дети этого Васи и Кирилла будут завязаны каким-то образом. Но также точно они могут потом в следующих реинкарнациях быть завязанными по отработке вот этих вот отношений. То есть всего лишь сломанная веточка, вот как я говорю, да? Где-то вы сломали веточку, а потом вы пожали, извините, падение большого дерева. То есть, как бы, к сожалению, этому не учат сегодня. Люди делают нарушения, начиная с песочницы. И родители современные, да, очень многие, ну, как бы, я сейчас не говорю о тех родителях, кто мониторит подобные ситуации, я говорю вообще как в общей массе. Родители думают, что как бы это ничего страшного. Но потом они на своих же детях понимают, что кинутый совочек в маленькую девочку в песочнице может обернуться им же ударом лопаты от собственного чада, когда тот вырастет и начнет быть потребителем до конца, да? То есть здесь все взаимосвязано абсолютно. И воспитательный процесс – это прежде всего вот дача каких-то понятий моральных и этических, да, норм, но при этом, опять же, дача умения защищаться. То есть тут, ну, опять же, без чувства мести. Что бывает, когда человек мстит? Как говорят серьезные люди, что человек, который мстит, вырывает две могилы. То есть это для себя и для того, кому он мстит. Потому что, по сути, это завязывает людей еще больше. И проблема это не решает однозначно. А в итоге человек, которого обидели, отомстивший, получает проблему, причем более сильную, чем тот, который его чем-то оскорбил или задел. То есть вот это вот тоже очень важно. То есть если у кого-то что-то происходит, прежде всего посмотрите, почему у вас произошла эта ситуация. Бывает это сделанный негатив. У человека все идет к чертям, или как это назвать. И у человека все идет к каким-то, да, сегодня благовещению. Сегодня благовещение. И, кстати, да, действительно, надо поздравить всех наших радиослушателей с этим серьезным праздником и пожелать всего доброго. Ну вот, поэтому в суе, как говорится, не надо, да? Я имею в виду, что все бывает, что у людей все в одночасье летит в тартарары. Вот, назовем это так. То есть как будто бы все рухнуло. Это тоже связано с когда-то кинутым учебником математики в товарища серьезно. Или в унижении кого-то, или, допустим, вы просто могли стоять рядом и косвенно участвовать в ситуации, когда кого-то кто-то обижал. И при этом не приложить усилий. Еще тоже, вот, кстати, к этой же теме я скажу, что очень важно, очень важно тоже понять одну вещь. Когда вы живете в каком-то месте, да, и у вас сложились определенные обстоятельства отношений. То есть вы должны запомнить вообще одну вещь. Вы никогда в жизни не докажете тем, кто плохо к вам относился, что вы хороший. Даже если вы будете сто раз возвращаться туда на джипе, на Мерседесе, на Майбахе и на чем угодно, и дарить им крутые подарки, эти люди все равно, как думали о вас в школе, там, или в училище, или в институте, или на какой-то тусовке, или на дворе, да, во дворе, вот как они о вас думали, они так и будут думать. Только еще больше будет зависти, и вы будете пробиваемы абсолютно. Поэтому возвращаться в подобные компании друзей, в кавычках, не стоит. То есть это тоже, кстати, кармическая отработка, вовремя уйти из подобного, если вы понимаете, что вас там видят не так, как вы себя ощущаете. Поэтому обычно еще тоже принцип, что если где-то среда начинает давить на человека, она создавая ему негативные моменты в жизни, а не стоит ли куда-то переехать, посмотрите, да, а не стоит ли, допустим, ну, как это сказать, уйти от этой компании, там, от этих общений, там, а не начать ли заново какое-то движение. То есть это тоже знаки, это все знаки и все символы, которые вам подскажут, как правильно сделать, понимаете, чтобы не было ухудшений ваших ситуаций. Да, дорогие друзья, я хочу напомнить, мы беседуем с парапсихологом, экстрасенсом, медиумом Еленой Порецкой, и мы беседуем о том, что сегодня достаточно востребовано слово «карма», причинно-следственная связь, короче говоря, поэтому, как бы это ни было больно для тех людей, которые, у которых кто-то, ну, к примеру, дети рождаются, они рождаются, может быть, неполноценными, с какими-то несовершенствами. И, конечно, врачи найдут причину, в чем это было, но причина, возможно, лежит гораздо глубже, то есть в том, что мы когда-то что-то такое совершили. Мы об этом говорим в очень и очень многих программах. Лен, скажи, пожалуйста, это можно определить, человек пришел, допустим, к тебе пришел с каким-то вопросом, с какой-то болезнью, проблемой, и ты, ну, можно, скажем, вот, к примеру, есть люди-энергетические целители, они берут и устраняют проблему. Можно считать, что это был негатив, к примеру. И ты снимаешь негатив. И мы знаем даже, как ты снимаешь, мы уже на эту тему говорили. Вопрос еще глубже. Почему по отношению кому-то, ну, скажем, не знаю, ко мне, к примеру, постоянно кто-то наводит негатив? То есть довели негатив на человека, он пришел к Елене Порецкой на бах, отлила на воски, выкатила, как я уже все формулировки знаю, выкатила на яйцо, правильно я говорю, да? Да. Да. И негатив, бах, ей пропал. А потом он живет, живет, потом бах, приходит опять. Лен, опять негатив. Так вот, давай пойдем глубже и посмотрим, почему на этого человека. А может быть, кто-то в роду, бабка, дед, где-то, что-то тоже негатив какие-то на кого-то там наводили, порчик какие-то наводили, и сейчас вот этот бедный человек получает возврат через его предков. Такое возможно? Ну, да. Во-первых, существует принцип отработки рода, что дети иногда отрабатывают то, что в прошлом сделали их там бабушки, дедушки, прадедушки и так далее. Кстати, это очень хорошо видно на позиции революционной ситуации в России 1917 год, когда резко поменялось отношение к царской власти, и те, кто был у власти, вдруг пошли под топор такой, так сказать, революции народа. То есть тут, кстати, тоже посмотрим, идет бумеранг за все, как говорится, насилие над народом, которое делали дворяне и бояре. Что происходит, произошло тогда? То есть вместо того, чтобы, допустим, каким-то образом без крови это все сделать, люди как бы все это сделали на крови. За счет этого произошелось как бы эффект мести. Эффект мести, как я и говорила, он имеет большие последствия. Все, кто потом пришел к власти, абсолютно, да, там, в России и в того времени, каждый из них получил свой томогавк, свой бумеранг, да. Почему? Потому что, если вы проследите судьбу каждого, кто стоял тогда у власти, вплоть до мелких людей, да, которые тоже стояли у власти, кто поддерживают на том уровне, то все равно эти люди получили проблему. У кого-то по здоровью, кто-то плохо закончил, кого-то тоже расстреляли. То есть абсолютно это присутствует. Теперь посмотрим, что происходит с их потомками. 90-й год, допустим, да, для революции, для России это был тоже революционный год, 90-й, 91-й, когда произошла вот это вот уход СССР. И как бы Ленина на броневике у нас не было, у нас был Ельца на танке, да. Вот. И соответственно... Карма, карма. Да, соответственно, получилась карма, то есть как бы, да. Опять же, и обратите внимание, что сейчас происходит после 91-го года. Возрождаются дворянские какие-то вещи, возрождаются церковные, да, вот эти все вещи. Как будто бы Россия, если сейчас посмотреть, имеет отголосок какого-то царского времени, так же точно сейчас относится к людям как быдлу, как тогда. То есть все сейчас вернулось. И если сегодня, если сегодня власть перестанет, ну как это сказать, повторять путь царской России, вот в России, да, современной России, то соответственно и будет думать о народе, будут приходить к власти такие люди, то тогда путь, кармический путь России улучшится и изменится. Так, Лен, я прекрасно понимаю, о чем идет речь, и наши радиослушатели тоже понимают, но мы сейчас затрагиваем вопрос политики. Мы не можем сейчас предполагать, что будет. Давайте мы этот вопрос оставим, поскольку тогда я должен сделать такой дисклеймер, это называется, оговорку о том, что радиостанция не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире, и не всегда согласна с этим мнением. То есть, поэтому я говорю, я не скажу, что я согласен или не согласен, но я скажу, что я понимаю, о чем идет речь, но этот вопрос мы не трогаем. То есть... Нет, мы говорили о законе отработки родовом. То есть, те, кто... Это вопрос другой, да. А как то и где пойдет... Сейчас, одну секундочку, я хотел бы еще обратить внимание вот на что. Я в части того, как некоторые отдельные передачи, которые я сейчас смотрю, и вот я слышу... Ну, вы знаете, о чем идет речь, о какой передаче. Господин ведущий, госпожа такая-то, господин такой-то. Ну, простите, я жил и смотрел эти передачи с первой передачи. Я, по-моему, вообще не пропускал, но, может быть, период переезда. Пропустил какое-то время, какие-то, может быть... Ну, в принципе, я продолжаю смотреть эти передачи, они мне очень нравятся. Ну, сэр, допустим, да, переняли все вот это вот, правда, не было сэр в дворянских этих самых, это уже как бы Англия идет, но, тем не менее, такое тоже попадается. Нет уже... До маразма доходит, честно, до маразма. Смотришь на это... Товарищ уже слово редко встретишь. Нет, сейчас наоборот, очень многие люди, допустим, вот в пабликах, группах пишут, это что же происходит, товарищи? То есть это тоже осталось, да. Просто в какой-то момент, если посмотреть, что люди, которые... Вот я иногда работаю, мне попадаются иногда люди, у которых, допустим, кто-то там был у истоков революции в прошлом, да. И я узнаю, что, допустим, в какой-то степени человек, который ко мне пришел, несет отработку того, что там дед или бабка накосячили. Представляете, как это страшно? То есть это причем несет как вот на детях, на себе, то есть это как будто бы как крест. И да, я опять же... А как это определить? Как это определить? На воске, на яйце? Вы тоже вот так вот выводите? Нет, на воске, на яйцо я снимаю негатив, потому что это живой продукт. Смотрю я, естественно, своим внутренним зрением, да, и, естественно, просматриваю ситуации и ориентируюсь на карты, там, еще какие-то предметы. Давайте мы сейчас, у нас времени не так много остается в эфире, давайте мы приведем пример. Вот вы сосредотачиваете, ты сосредотачиваешься на мне, мы очень хорошо знакомы, так? Я сосредотачиваюсь на человеке, с которым я недавно беседовал. У меня несколько, точнее, много примеров ко мне тоже обращаются, я тоже делаю какие-то консультации и так далее. Ну вот я сейчас конкретно говорю о человеке, достаточно известном человеке. Не буду называть его имя, чем он занимается. Он мне рассказывает такую ситуацию. У него есть двое детей, и он разведен уже очень много лет. Ну, не знаю, наверное, более 30. И вот сын с ним не общается категорически, то есть это, как сказать, отрезанно ломать. Но он очень любит свою дочь. Эта дочь уже в возрасте, ну, где-то, наверное, лет 40 примерно. И она очень умная девушка. Но она вот была замужем, но уже давно нету, нету никого, короче говоря. И вот не получается. Вот я вот сосредоточился на этом человеке. Я еще не разбирал их нумерологические матрицы. Я сам посмотрю, о чем идет речь. Что ты можешь сказать по этому поводу? С моей точки зрения, это элементарно. Тут нету никаких там негативов, никаких порчных глазов. Тут есть четкая прослеживается, тенденция родовая. Где-то кто-то кому-то что-то там сделал. И вот несется вот этот вот крест. Там связано с отношениями вот этого мужчины, который с тобой общался, и его жены. Да, а дальше? И связано это с тем, что личная жизнь мужчины, как таковая, не сложилась после развода. Ну, во-первых, все равно был сделан негатив. То есть было сделано на их отношениях. Они достаточно успешные люди. А, прости кем? Ну, в данном случае, как бы там идет негатив от близкого окружения, связанного с женой. Кем-то с третьим человеком. То есть она сама не делала это. Она могла, как тебе сказать, быть ведома. Ведома она такая ведомая женщина. Тут я бы рассмотрела ее прежде всего. Она такая ведомая женщина, достаточно сильная, но у нее есть какой-то круг общения, которому она подчиняется во мнении. Прости, ведомая или ведущая? Если она сильная, тогда она ведущая. Она сильная для кого-то, там, в семье сильная, но ведомая во мнении от окружающих. Ей очень важно, как она выглядит, ей важно, как она, ну, что они подумают, там. В то же время она, вот, семью, она вот как бы может тянуть, да, вот там такая, ну, как бы для семьи. но она, у них нету, нету общего, то есть у них нету духовного взаимопонимания. У него, кстати, есть приворот. Приворот у этого товарища идет не от жены, а приворот идет от женщины. Возможно, женщина, которая, как раз-то и лезла в семью, может быть, женщина связана с каким-то тоже у него прошлым. Такое ощущение, что она... Приворот, прости, приворот это что? Да, искусственная привязка к какому-то объекту, из-за чего, кстати, мужчина или женщина потом очень трудно могут найти себя без снятия этого приворота партнершу или партнера, потому что существует стереотип. Приворот – это навязанный стереотип от какого-то партнера в отношениях привязка к какому-то партнеру, но она стереотипна, эта привязка. То есть, если, допустим, не снять с человека приворот, то эта стереотипная привязка будет притягивать таких же точно людей, как и тот, кто приворожил. То есть, ее может давно уже не быть в жизни этой женщины у этого твоего друга, но знакомого, а влияние ее в содействии каких-то минусовых есть. Потом там я не исключаю по роду твоего товарища вот этого, не исключаю что-то связано с женщиной-бабушкой какой-то, вот как будто бы тоже спор был из-за мужчины, какой-то спор из-за мужчины и личностные их отношения он может нести как нагрузка кармическая на себя. С какой-то женщиной-бабушкой, в смысле, его бабушкой? Ну, его бабушка, ну, какая-то там бабушка, прабабушка, что-то из-за в роду дошла. Идет родовое, да, вот это идет, оттуда фон идет на него, как будто бы он как что-то повторяет, или, ну, как вот бывает, что внуки и внучки берут все-таки чуть-чуть карму бабушек, дедушек, вот у него это идет то ли бабушка, то ли прабабушка, но по его линии, не по линии жены, короче, который, с которым жил. Я понял, я понял. Дорогие друзья, вы видите, мы разбираем очень серьезные вещи. То есть, он до сих пор остался в состоянии выбора и связано это, как я сказала, с приворотом. Кстати, до сих пор он испытывает чувства к жене, у него есть проблема, он как будто бы разошелся, но он как в браке, как будто бы он и не расходился. У него трудности с карьерой, не совсем сейчас тот. Кстати, ты можешь ему передать, что у него есть человек, которого подсиживает и очень сильно, ему надо быть осторожнее. Он иногда подпускает к себе людей, которые могут его просто проглотить энергетически и сделать ему поражение на результат. То есть, у человека может все потом сломаться. То есть, из-за этих людей, которых он к себе подпускает, это в работе где-то, у него идут какие-то проблемы. Ну, могу сказать, что это человек достаточно пожилой, ему, ну, наверное, под 70. Понятно. В любом случае, у него вот это все до сих пор осталось, и его дочь, его дочь, кстати, она ближе к нему, чем сын, она будет отрабатывать это в своей жизни. Можно ли? Ну, вот мы сейчас разбираем такое, я не знаю, я с ним поговорю, я спрошу. То есть, то, что он, кстати, работал с людьми, наверное, то, что он недоработал, он работал и продолжает работать с людьми, и их очень, и очень много. Да, да, ну, вот смотри, я объясню, все равно вот есть какой-то круг, это тоже люди с ним работающие, вот у какой-то человек, есть более молодой, очень зависливый, вот ему нужно обратить внимание на этого человека, постараться того, кто, он проявится даже, может, в ближайшее время, с каким-то, ну, сильно он его может даже, сильно прям уважать, так, ну, какой-то человек очень льстивый такой, вот, ему надо очень быть осторожны с таким вот нехорошим человеком. Можно было, можно ли, было бы, такого человека, скажем, вычислить? Ну, это уже с ним надо работать, потому что ты не знаешь кругового общения, это вычисляется путем, опять же, разговора с человеком. Я прости, чисто теоретически. Это можно, но обычно, когда я работаю с человеком и отвожу негатив, то люди, которые что-то сделали, они вылезают. Даже если человек не хочет, он вылезет. Складывается ситуация, вот смотри, когда вдруг человек проявляется, допустим, вот, я снимала негатив с женщиной, у нее там были проблемы, ну, например, с дочерью. Я снимала негатив с этой дочери, потому что там получилась какая-то ситуация, и при снятии негатива с этой девочки получилась ситуация, что вылез муж бывшей этой женщины в переписке с дочерью, который оказывается мониторит ситуацию жизни этой семьи и продолжает негатив, ну, порчу наводить реально, да, этот человек страшный, да, по своей там какой-то харизме. суть в чем? При снятии негатива вдруг вылезает то, то, на что нужно обязательно обратить внимание, допустим, это появившийся человек, это неожиданно написавший вам человек, или у меня бывают случаи, когда вдруг человек кто-то звонит, вот, допустим, я вчера говорила об одном человеке, и вдруг сегодня, ну, давайте так откровенно, когда человек регулярно вас поздравляет с праздниками, это нормально, да, а когда вдруг вам звонит человек, о котором вы вчера говорили, и поздравляет с благовещением, и говорит, хороших там тебе вестей, знаете ли, возникает вопрос, честно ли человек к вам относится, то есть тут тоже вот, обращайте внимание, кстати, очень многие черные колдуны там, или колдуни, или просто негативные люди, они делают через церковь, это же, знаете, как когда вы к Богу обращаетесь, вы просите о чем-то, но, допустим, для кого-то, например, рождение ребенка, это благо, да, а для кого-то, может быть, рождение, ну, не то, что рождение, а проблема у человека, про которого он просит, тоже благо, и человек просит, что Бог там сделал проблему тому человеку, как бы, но закон материализации желаний, как гласит, ты подумал, ты попросил, и ты отпустил, и это может сбыться, почему, кстати, и Григорь христианский, он очень сильный, и, кстати, самая точка силы там, в этом, в куполе, да, то есть, это как в пирамиде, если взять пирамиду, стыка пирамиды в кончике, там идет место силы, как бы, ты, когда внизу стоишь, ты чувствуешь, на уровне темечка идет соединение с этим местом силы, а в храме идет соединение с местом купола, где, как говорится, где обычно рисуют лики богов, помнишь, да, бога, святых, в основном бога, да, и там идет, вот, более собранное, представь, сколько людей намаливает это место, мы возьмем, что 50% искренне, но 50% туда-сюда, да, вот эти 50%, они, по сути своей, могут перекрывать негативное ощущение в церкви, и создавать вот этот благостный фон, ты заходишь, и тебе хорошо, но если, допустим, процент народа негативен, больше, чем 50%, то есть 60%, то уже церковь можно сказать черная, потому что ты туда заходишь, и тебе там дискомфортно, то есть связь, как бы, с богом, по сути, получается нарушена, ты уже не знаешь, там, кстати, много умерших душ бывает, даже не знаешь, кстати, по большей мере, одержание можно подцепить на кладбищах, в церквях, в храмах, разных, да, как бы, особенно там, где религия отрицает реинкарнирование, а там, где религия отрицает тех, кто приходит, допустим, даже если они не верят в этого бога, вот, или где религия отрицает эзотерику, там вот все-таки больше душ, которые не успокоены, вот сколько я смотрела, разные храмы, там разных направлений, не буду сейчас называть, да, вот это присутствует, ты просто можешь видеть иногда там, что человек, особенно если взять, допустим, что христианская церковь, она не поддерживает суицидников, да, соответственно, эти души могут быть неуспокоены, они также приходят в храм, но с ними уже работают, допустим, на астральном уровне те раньше, кто при этом храме служил, да, потому что, кстати, священники, священники и служки, кто посвящался храму, они после смерти могут оставаться на астральном уровне при работе с клиентами своими же, как бы, кто туда вхож, но уже умерший, то есть вот это вот, это не заканчивается предметно только, вот, все предметно, все вот, храм и люди, нет, все то же самое происходит на потустороннем уровне, и также точно они продолжают свою работу, как вот, не буду называть имя патриарха, но у меня рассказ про эту тему есть, да, вот, так что, это все имеет место быть, кстати говоря. Я понял, ну, мы немножко, правда, отвлеклись от самого, с чего мы начали, но так или иначе, у нас время в эфире уже подошло к концу, дорогие друзья, я хочу напомнить, мы беседовали с Еленой Порецкой, экстрасенс, парапсихолог, маг и волшебник, и мы говорили сегодня об основном о том, что надо соблюдать правила поведения, и не только в метро, а еще и в жизни, иначе можно... Везде, в принципе. везде, в принципе, иначе можно... Начинать можно с песочницы. Да, иначе можно получить с учебником русского языка по лбу, вот, за что потом получим двойку, и это будет на всю оставшуюся жизнь. Но, если серьезно, то это действительно очень серьезные темы, которые мы обсуждали, и в прямом эфире я могу потом в следующий раз рассказать о том, что произошло, и подтвердил ли этот человек, о котором я говорил, то, что вот сегодня Елена своим внутренним видением рассказала нам всем. Спасибо большое, Лен, спасибо. и хороших выходных, и еще раз с праздником, всех благ, до новых встреч. Все, пока, до встречи, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова